Добрый день, в эфир Радио Нарва. У нас в гостях Михаил Стальнухин. Как обычно. Добрый день. Здравствуйте. Михаил, буквально на днях прошли внеочередные парламентские выборы в Нидерландах, где выборы выиграла правая, как пишут, популистская партия, чьи основные лозунги были связаны с миграционной политикой, с проблемой управления прозрачности Европейского Союза, соотношения между Европой и Россией, и это уже, можно сказать, третья страна в Европейском Союзе, выборы, после которых может поменять свое направление. Вам не кажется, что это определенная тенденция? Я не говорю сейчас о Нидерландах, о людях там. Нет. Ну, сам факт. Это может быть и тенденция, но это часть огромного процесса, в котором, ну, просто, ну, шестеренка оказалась лишней. Пройдет немного времени, ее выкинут. Вот и все. Я просто не встречался в последние, ну, по меньшей мере, десять лет с чем-то таким, с каким-то явлением, которое было бы инициировано на низовом уровне, то есть, простыми людьми, и чтобы это нашло отклик, хоть как-то отразилось в их жизни. Такого нет. Когда начинается какая-то борьба за чистоту атмосферы, там, экологию и так далее, вы прекрасно видите, откуда растут чупальца, откуда исходит вся эта якобы защита природы и экологии. Значит, тут такая вещь, что я в свое время был противником вступления в ЕС и в НАТО. Это было у нас там, все споры, дебаты проходили в 2003-2004 году, я тогда высказывался на эту тему неоднократно. Вот. Я не понимал, как люди, которые за счастье почему-то считали выход из СССР, считают счастьем вхождение в другой, еще более структурированный союз. То есть, у вас было, по-моему, больше возможностей в том колхозе. А вы из него вышли, потому что вы хотите стать единоличниками, и прошло буквально там меньше 15 лет, и вы уже рветесь в другой колхоз. А вам непонятно, что вы будете там жить по правилам аналогичным, и у вас право слова не будет практически ни на что, если касаться каких-то действительно принципиальных решений. Мне это все напоминает, ну, как сказать, да, пожалуй, похоже. Помните, Белое солнце пустыни? Прекрасно помню. И там одна из жен Абдулы, а что, у тебя одна жена, одна, и что, и она шьет, и за детьми ухаживает, и двор подметает, и готовит, и мужа любит, и все одна? Ой, нет, так нет. Тяжело. То есть вы шли за любовью туда, за пониманием, и вы думали, что это будет партнерский какой-то союз. Вы попали в гарем, а там отношения очень простое. Ты должна делать вот это, вот это, и еще немножко любви, если тебе, конечно, повезет, если в этой очереди не будет никого симпатичнее. Вот что такое европейский союз. И для того, чтобы сохранять такую систему, нужны черти знают, какие гарантии. Нужно, ну, настолько мощно спецслужбами и техническими возможностями все это обеспечивать, что я думаю, что, ну да, что, какие там у нас были, там, Словакия, да? Словакия. Словакия, теперь Голландия. Я думаю, пройдет немножко времени, им просто свернут шею, вот и все. Я хочу вам напомнить, что в какое-то время, когда в Германии, ну, естественно, не при этом канцлере, этот канцлер, ну, идеальный внук своего дедушки, один в один, ну, по мозгам, судя по всему, вот, а при Меркель, ведь было время, когда на нее смотрели и считали ее чуть ли не ровней мировой элите, и она оказалась во всех смыслах разумной женщиной. Это, я напомню, это было в ту пору, когда пытались на уровне Европы договориться о налоговых пошлинах для США. И это переполнило, как говорится, мы вас долго терпели, все, хватит. Я помню очень хорошо, что весь переворот произошел как-то очень резко. Сначала был скандал, связанный с Меркель, с тем, что ее прослушивают, то есть, вдруг обнаружилось, что у американского посольства наставлено всяких разных антенн и устройств, и Меркель, оказывается, прослушивает. После этого был визит Меркель в США, откуда она вернулась с другим человеком. Конспирологи могут даже предполагать, а не произошло ли подмены? Может, ее просто на другого человека поменяли, и она где-нибудь сейчас на Кубе в каком-нибудь Гуантанаме сидит, в клетке, потому что это был другой человек, совершенно другой, с совершенно другой мотивацией. Это же видно, это же понятно. И куда-то ушла вот эта вот мудрая матушка Меркель, и пришла баба Яга, которая, во-первых, она против, во-вторых, ей пофиг абсолютно, и не осталось никаких принципов. Ну, человек, который гордится тем, что пять лет обманывал лидера страны, которая продает ее стране углеводороды по тем ценам, которые позволяют этой стране, Германия, быть на вершине вот этого экономического рынка. Слушайте, то есть есть что-то на каждого, на каждого из вот этих людей, которые там находятся. и проблема Голландии решится очень просто. У них, я насколько помню, 35 из 150 мандатов, да? Ну, так оставшихся 115. У них может быть такое же законодательство, как в Эстонии, в том смысле, что именно лидеру, победившей, набравшей больше всего мест, партии поручают создать правительство. Ну, так вы тогда не с ними разговариваете, а вы сходите поговорите с их конкурентами, и у вас получится так, как получилось в Эстонии. Когда побеждали центристы во главе с Сависаром, а все остальные сказали, что мы с ними дело иметь не будем. И в результате Сависар сам сходил к президенту и отказался вот от этого. То есть он со всеми поговорил коллегами, со всеми этими калосами там и прочими. поговорил и убедился в том, что с ним никто разговаривать не будет. Да, ты победил на выборах, ну и теперь в выкусе. Вот и все, что надо знать о демократии. И правительство составили другие партии. Вот посмотрим, как получится в Голландии, посмотрим, как получится в Польше. Побеждают одни, правят другие. Это довольно реальная ситуация. Для нас это в принципе в общем-то такая каждодневная. Плюс к этому некоторые вещи, которые на уровне нашей страны или колхозов, которому мы теперь приписаны, происходят, они происходят немотивированно. то есть это таким образом, как будто вдруг кто-то заходит и сообщает решение, до которого вы не додумались в силу его тупости, но кто-то решил, что это можно превратить в команду. То есть любое дурацкое решение можно сделать мудрым, если из него сделать команду. с командой, что вот надо вот так поступать и вперед. И это происходит опять-таки довольно часто. Почему? Потому что если ты исполнительный, если ты готов разрушать свою экономику, проводить экологическую политику в ущерб своему собственному населению, тебе очень много разрешат сделать такого, на что у других права нет. Например, тебе разрешат использовать 72 миллиарда из бюджета Европейского Союза для покупки какой-то медицинской хрени у фирмы, где работает твой супруг. И никто никогда никому не расскажет, сколько ты на этом заработал. Но те, кому надо, те знают, где у тебя лежат деньги. И ты с этого поводка больше никогда никуда не сорвешься. Потому что ты знаешь, что это деньги, они только формально твои. В случае необходимости их заберутся и скажут, сегодня я тобой недоволен. Помните голый король Евстигнеев? Я тебе вчера золотой дал, отдай назад, я тобой недоволен. Вот примерно так выглядит эта схема взаимоотношений. И возвращаясь в Голландии, я не верю, что это даст какой-то результат. Я не верю. Я каждый день смотрю несколько сюжетов, где мне показывают, как избивают людей, которые вышли на протесты в самых демократических странах мира. И я понимаю, что все уже давно к этим событиям подготовлены. И никто не даст повториться Майдану где-нибудь в гнезде демократии, то есть на территории Европы. Да вас просто там отметелят и выкинут к черту в кювет. Если вы попробуете хоть чего-то попробовать таким образом добиться, а другим способом у вас даже надежды нет, не малейшей. То есть на каждый этот самый найдется хитрый болт и в общем вот как-то вашей ассоциации конечно. Ну к сожалению я живу долго и честно говоря глядя на родную страну я давно потерял надежду что здесь когда-нибудь появятся во власти умные люди во-первых во-вторых что они смогут между собой договориться и в-третьих что у них хватит смелости хоть раз признаться в ошибках и хоть что-то сделать правильно. Разве не так Согласен признание ошибки это уже на пути к выздоровлению что не мешает нам пожелать удачи Голландии Да Ну и всем нашим слушателям Да Всего хорошего Спасибо большое До свидания До свидания Субтитры